Громкость плохая, плохо слышно. На английском? Сколько преданных Махарас прошло? 60 девочек. Сейчас я начинаю. Да, но Мадам Махарас, я слышу тебя не так хорошо. Я слышу тебя, не так хорошо. Я слышу тебя, не так хорошо. Теперь мы хорошо? О, это лучше. О, это лучше. О, это лучше. Аж-на-тимир-анда-са-гьянан-жана-салакая- чак-сурун-милитан-жана-тасмай-сривурабе-намаха Абирбутав-сакар-ун-нау-сривамана-на-дарая-ну-рупану-га-правару-дов-срикасова-прио-бхаже Шри-гурабе-шри-гаура-чанд-rayа-сапарикар-yugal-kishaw-raya-cha-brajadhama-ya-puru-satram-chettraya-radha-vanaya-cha-namo-namo-ха Харе-кршна-харе-кршна-кршна-кршна-харе-харе-харе-рам-харе-рам-рам-рам-рам-харе-харе-харе-харе-харе-харе-харе-рам-рам-рам-рам-рам-харе-харе-харе-харе-харе-харе-харе-харе-харе-харе-харе-харе-харе-харе-харе-харе-харе-харе-харе-харе-харе-харе-харе-харе-харе-харе-харе-харе-харе-харе-харе-харе-харе-х Прежде всего я кланяюсь лотосным стопам своего дорогого духовного учителя Ашатарашата Шри Шримад Бхактиан Тавамани Гасаема Хараджа Своему духовному учителю Шри Шримад Бхакти Видян Ти Шри Бхактиан Нарайин Гасаема Хараджа Своим дедушкам учителям Шри Парам Гуру Део Бхакти Прагян Кеша Гасаема Хараджа И Шри Бхактиан Саим Праупаде А также всей своей Гуру Парам Пари Here is Benogopal today, but not Benogopal today? Yes, yes, yes Okay, so just I was reading about Shri Chaitanya Mahaprabhu's childhood pastime Я только что читал о детских играх с Shri Chaitanya Mahaprabhu We have heard from Shri Chaitanya Mahaprabhu that Shri Chaitanya Mahaprabhu is Krishna himself So what Krishna used to do in childhood, Mahaprabhu being same thing We have heard from Shri Chaitanya Mahaprabhu that Shri Chaitanya Mahaprabhu is the same Krishna And what Krishna did in childhood, it was the same Shri Chaitanya Mahaprabhu Under Krishna's lotus feet there are so many official marks available And the same way all official marks is Mahaprabhu's lotus feet На лотосных стопах Shri Krishna находится множество благоприятных знаков Также на стопах Shri Chaitanya Mahaprabhu находится множество благоприятных знаков One day Jagannath Mishra, Father Mahaprabhu, told me to drink my book from inside the house Mahaprabhu went, when I was walking, and Antudel ringing very nicely And both Jagannath Mishra and Shri Chaitanya Mahaprabhu There is no Antudel from where the sound is coming Однажды Jagannath Mishra попросил маленького Немая принести его книгу из дома И когда Немая ушел, они, Jagannath Mishra и Shachimata, услышали звон ножных колокольчиков И они удивились, откуда этот звон идет? Mahaprabhu went inside, and he brought the book and offered to Jagannath Mishra Yes, go on, go ahead Когда Махапrabhu пришел с книгой, то есть вышел, он отдал книгу, Jagannath Mishra Later on when Jagannath Mishra went inside the room They saw nice auspicious mark of like flag, thunderbolt, disc, club, all these things You can surprise How it came? Then he told to Sochi Devi Oh, Debi We are serving Damodorsila And Narayan is moving all around here And so we have heard the sound of Antudel Когда книга была Журкак Джаната Mishra, он вышел и обратил внимание, что на земле следы, маленькие следы, на которых видны знаки, которые есть на стопах у Кришны, такие как булава, диск, то есть чакры и другие Он был удивлен, откуда эти следы, он тогда предположил, он сказал, обратившись к Шачимати, он сказал, мы служим с тобой Дамодара Шили, то есть вид Шалаграм Шилы Похоже, что сам Narayan здесь гуляет вокруг Джаганат Мишра, обратился к Шачимати, сказал Давай, завтра я устрою особую пуджу Дамодара Шили, предложу Арати, лампаду и другие профинали, а ты приготовь сладкий рис и другие вкушение для Дамодара Шилы Махаправу когда-то слышал, он улыбался внутри себя Махаправу's body full of ornaments Он двигался здесь и там, каждый раз, когда он был вкручен, все его обратно Однажды он пришел вкручен и два тиха, смотрел, что он очень красивый, очень дорогой орнамент Окей, мы можем взять этот ребенок и убить его вкрученную орнамент Однажды, когда Нимай, маленький Нимай играл во дворе, на его теле обычно было очень много, очень дорогих украшений, много украшений И однажды, когда Нимай играл во дворе, два вора заметили мальчика, богато украшенного, они подумали, гляди, тут целое состояние Представляешь, как мы обогатимся, если мы украдем его? Стрихой Иттарна Махаправу wanted to bestow his mercy upon those thieves So he came alone, by the influence of Jogmaya, no one was close No one is watching what Mahaprabhu doing One thief told, oh, my dear son, come, come, I'll take to your home «Махапрабу, да, да, я хочу идти в мою дом». Тогда они его взяли на их столбик. Иногда один взял, иногда второй взял. Так что происходит. Один из воров сказал, «О, мальчик, сынок, иди ко мне, я тебя отнесу домой». И так они посадили его на плечи и уносили его все дальше и дальше от дома, попеременно неся его на своих плечах. «Махапрабу, being right on their shoulder, moving, and one thief, I will take this, another thief, I will take this, by this way they are moving, going on. Now, by the influence of Jagmaya, they came very close to Jagannath Mishra's house. And other hand, Jagannath Mishra, Sochi Devi, all of them, 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 all of them. Пока воры бежали, убегали от дома Jagannath Mishra, унося маленького Немая, они уже начали делить драгоценности, которые находились на теле Немая. Это мне достанется? Вот это мне достанется. В этот момент Jagannath Mishra, Shachimata и другие обнаружили исчезновение Немая. Они начали беспокоиться, они уже почти плакали. И в то же самое время, благодаря Йогамай, эти два вора, они хотя хотели удалиться от дома Jagannath Mishra, они все ближе и ближе подходили к нему. В какой-то момент, ворам показались, что они пришли к себе домой, то есть добежали до своего дома. Они сказали Немая, ну вот, мы уже почти дома. Немая сказал, да-да-да, он узнал свой дом, он спрыгнул с плеч, и в этот момент он запрыгнул, там стоял, ждал Jagannath Mishra, он запрыгнул ему на колени, и в тот момент, когда Немая запрыгнула на колени Jagannath Mishra, жизнь вернулась в тело Jagannath Mishra. Воры, чтобы спастись от раскрытия, они начали убегать от дома Jagannath Mishra, они бежали, обнимались и говорили, сегодня Деви, наша, король Деви была очень милостивой к нам, она спасла нас от раскрытия, надо ей особую пуджу принести, чтобы она была добра к нам, поблагодарить ее. Немая, Jagannath Mishra и другие, они спрашивают Немая, как так долго ты пошел? Махапуру ответил, я пошел в банк Ганжи, и после того, как я забыл, как я вернулся, я пошел сюда и там, 2% меня вернулся сюда, и я не знаю, где они. Я не знаю, кто они такие. Я не знаю, кто они. Какие такие? Другие близкие 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 близкие, потому что, как в Нандабаба, в доме Матери, в доме Матери, и Нандабаба, все Браджаваси там, в таком случае, в доме Джаганат Mishra, в доме Матери, в доме Матери, в доме Матери, в доме Матери, там собралось очень много людей. Когда были явлены Игоры Кришны, дом Матери всегда был наполнен соседями, привлеченным Кришной. И дом Джаганат Mishra, также был наполнен соседями. И соседи начали говорить, Джаганат Mishra, надо бы этих людей, добрых людей, которые вернули Нимая домой, надо бы их отблагодарить, подарить им какие-нибудь одежды, там еще что-нибудь. Но, поскольку это были воры, они убежали оттуда. Сила Гурадев сказал, почему это произошло. Потому что Махапрабху хотел сделать Нагар-бхамон, он хотел перейти в Нагар-бхамон. Он хотел перейти в Нагар-бхамон, в его собственном дхаме. Поэтому он инспирал каких-то тихов, чтобы их перейти, и Махапрабху перейти в город, в некоторое время и вернулся. Сила Гурадев наш, объяснил причины того, что произошло. Он сказал, что маленький Нимай хотел увидеть собственную Дхамус. То есть, посмотреть на Вадвипу. И поэтому Йога Майя, она так устроила, что появились два вора, и они унесли Нимая, и катали его на своих плечах по Вадвипе, показывая ему его обитель. Гурадев сказал, что, что Богована желает, в Йога Майя, он выполняет все свои желания, каждый раз и каждый раз. Гурадев говорил, что какие бы желания не возникали у Богована, его шахте, его энергия Йога Майя исполняет все эти желания. Гурадев говорил, что, когда Кристос был маленький, baby, с Мады во что вся воду на нашем, ? В с Мады на Ваде свин traffic area, Однажды Мама Яшода кормила Кришну грудью, и в этот момент, когда они смотрели друг на друга, то есть мама на сына, сын на маму, в этот момент птица пролетала высоко в небе. Когда Кришна увидел птицу, летящую по небу, он подумал, вот если бы у меня были крылья, я бы тоже полетел, посмотрел бы сверху, как только Кришна пожелал этого, Йога Майя, или Йога Майя Деви, она тут же решила исполнить желание Кришны, и она подготовила все необходимое для следующей лилы. И так, что сделал Йога Майя? Она привела во врач демона Тринаварту в облике торнадо. Смерч. Когда Тринаварта появился там, он подумал, если Тринаварта... Кришна подумал, что если Тринаварта унесет меня с моей мамой, то моя мама испугается. Это не очень хорошо. И по этой причине Кришна стал очень тяжелым, чтобы мама Йошода отпустила его на землю. И он стал очень тяжелым, и мама Йошода опустила его на землю. Увидев, или улучив, можно так сказать, Тринаварта, когда Кришна остался один, он тут же подхватил его и унес его в небо. Таким образом, какое бы желание ни возникло, у Бхагавана Шри Кришна, Йога Майя исполнит это желание, но все сделает необходимое. И маленький Нимайя поступал в точности, как Кришна. Он ходил, бродил повсюду, по соседским домам воровал то, что плохо лежит. И если у него не получалось что-то украсть, как и Кришна, он щипал маленьких детей, те начинали плакать. Однажды Нимайя очень горько плакал. Обычно, когда Нимайя плакал, окружающие люди начинали петь Харинам, Святое Имя, и он замолкал, успокаивался. Но сегодня, как ни старались старшие, как ни пели Святое Имя, ни повторяли, ни хлопали в ладоши, Нимайя не прекращал плакать. Все спрашивали, Нимайя, отчего ты так горько плачешь? Только скажи, что ты хочешь, мы тут же дадим тебе это. Нимайя ответил, если вы хотите, чтобы я был жив, то, пожалуйста, вам нужно кое-что сделать. Да, конечно, скажи только. И когда они были готовы выслушать просьбу Нимайя, Нимайя сказал, «Рядом с домом моего отца живут Хираня и Джагадиш Пандит, сегодня икадаши, и они приготовили очень много вкусностей для Божества. Вот если вы это принесете мне, если мне дадите возможность кушать это, тогда я буду жить». Когда старшие пошли в дом Хираня и Джагадиш Пандиты рассказали о просьбе маленького Нимая, Джагадиш, и Хираня удивились, откуда маленькому Нимайя известно об их богатом подношении для Божества. Хираня и Джагадиш Пандит были близкими друзьями Джагадиш Пандиты, то есть отца Нимая. Они подумали, должно быть, сам Нараян играет сердце маленького Нимая оттуда, и он и знает о том, что у нас происходит в доме. А откуда ему знать, что сегодня икадаши? Откуда ему знать, что мы приготовили Божества так много подношений? Должно быть, сам Нараян в его сердце, иначе бы он не мог быть всеведущим, потому что только всеведущий может знать, что происходит в нашем доме. И тогда Джагадиш и Хираня принесли весь просад Нимая и накормили этим просадом Нимая до полного удовлетворения. Шилогурдев объяснил эту лилу, какой ее урок, какой смысл точнее. Шилогурдев говорил, что икадаши и другие враты, они для садок, но не для Бхагавана. То есть, в такие дни, как икадаши, джанмаштами, гора пурнима и подобные мадаватитхи, несмотря на то, что сами преданные постятся или кушают просад в соответствии с икадаши вратой, но божествам предлагают дал, чипати и рис, как обычно. И Шилогурдев учил нас, он говорил, что вы должны божествам предложить так же, как и прежде, эти блюда, то есть с зернобобовыми. Но этот просад вы не должны в икадаши сами принимать, вы будете служительным на следующий день. Если вы будете принимать такой просадом, то есть с зернобобовыми в икадаши, то ваша врата прервется. Спасибо.